МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Норжакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Школа в поселке Кызылжар находится в аварийном состоянии. Сгнивший пол, ветхие стены, дырявая крыша. Родители и ученики на протяжении двух лет борются с проблемой. Но результатов нет. 860 километров дорог по области планируется привести в порядок. Государству на эти цели выделено 33 миллиарда тенге. Аким области Ерлан Кушанов лично ознакомился с ходом ремонтной кампании. Более тысячи километров автостопом намерен проехать 74-летний ветеран КНБ. Акция называется «Автостопом на Экспо-2017». Главная цель – призвать всех казахстанцев посетить международную выставку. В поселке Кызылжар Бухаржираусского района единственная школа нуждается в капитальном ремонте. Сгнивший пол, ветхие стены, дырявая крыша. На полу и по стенам расползается грибок. Учиться здесь невозможно. В один голос твердят родители, требуя срочного ремонта. Но, к сожалению, реакции от властей нет уже два года. Посмотрите, это класс начальной школы. Здесь учатся дети с первого по четвертый класс. Вот как они тут будут учиться. Новый учебный год вовсе не за горами. У меня у самой четыре ребенка. Худа я их поведу? Тут пол весь гнилой, плесень и грибок. Вот-вот школа разрушится, а власти молчат. Два года мучаемся. Никакого толку нет. Невозможно поверить, но еще недавно здесь учились дети. Единственная школа в поселке Кызылжар существует с 1964 года. Численность населения невелика, всего тысяча человек. Поэтому одной школы всегда было достаточно. Беды начались с 2015 года, когда поселок затопило талыми водами. По словам местных жителей, школа тогда около пяти дней простояла в воде. Теперь учебному заведению требуется капитальный ремонт. Но на протяжении двух лет родители и ученики борются с этой проблемой. Но от властей реакции нет никакой. Вот два года подряд своими силами пытаемся сделать хоть какой-то ремонт, но все зря. Неоднократно обращались с просьбами в районный Акимат, но реакции нет. Ответ один – денег нет. А как детям учиться? Плесенью и грибком дышать? Из-за сырости сквозняков и плесени ученики постоянно болеют. Стоит один раз появиться в школе и можно заработать больничный на месяц. Некоторые из школьников до сих пор лежат в больницах и проходят курс восстановления. Власти предлагают в грядущем учебном году запустить специальный автобус, чтобы возить учеников и учителей в соседний поселок. Но родители не согласны. Съел грибок. Во-вторых, они дышали всю зиму вот этими грибами. Дети у нас болеют постоянно. Мы не можем понять, что такое у детей постоянный насморк, постоянная дышка. А теперь мы видим, откуда это все, когда вот это все вскрылось. Мы хотим, чтобы в нашей школе сделали генеральный ремонт. Не просто там косметический, поверхностный. Мы хотим, чтобы сделали капитальный ремонт в наших школах. И не надо нас закрывать, не надо нас отправлять в другие поселки учиться. Моему ребенку 7 лет, он в первый класс ходит. Я его никогда не отпущу на автобусе в соседний поселок. Зимой. Это то гололед, то буран. Кто знает? 8 километров от нас. Ну, там тоже же школа небезразмерная. Разве они могут принять 155 человек наших детей? Не могут. И мы не согласны на это. Мы хотим, чтобы нам сделали ремонт в школе. И не просто так вот замазали нам глаза, а чтобы действительно, как положено. Школа относится к отделу образования. Отдел образования относится. Мы, я говорю же, в тот год был Аким области, Аким района. Отделы, руководители отдела образования, руководители управления образованием были. Но тот год, знаете, в Бухаржаровском районе 15 лет как раз затопило, правильно? В основном деньги пошли на строительство домов. В тот год мы только на миллион денег выделили. Текущий ремонт здесь был. Подпорку ему поставили. Потом вот я говорю, в этом году, в этом году поезда разработаны на 112 миллионов. Сейчас этот поезда должен пройти госэкспертизу. Госэкспертиза будет месяц или полтора месяца, я не знаю. Потом будет запрашиваться деньги с областного бюджета. Это районный бюджет не осилить. В этом году, смотрите, как сейчас госэкспертизу пройдет, деньги выделит, будет потом конкурс. По словам родителей, отправлять детей в другой поселок опасно, особенно зимой. Ведь никому неизвестно, что произойдет в дороге. Да и в школе поселка Жанаталап не так много мест. Власти гарантируют, что в соседнем поселке будут учиться только средние и старшие классы. Начальные останутся в старой школе. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты данной школы, которая дана на экспертизу. Ну и также закончен будет до конца июля, значит, работой по приобретению автобуса для подвоза учащихся. На всякий случай, если ремонт не будет закончен до начала учебного года, то будет приобретен автобус для подвоза в село Жанаталап соседнее. Но мы думаем, что осенью все равно сделается все. Пока родители находятся в недоумении, а чиновники в поисках новых идей, ученикам остается ждать и надеяться, что когда-нибудь они смогут полноценно учиться в своей школе. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде с моста на улице Гоголя молодой человек грозился сброситься. В течение двух часов он никого к себе не подпускал. Сотрудникам полиции пришлось оцепить всю территорию. Около двух часов молодой человек стоял на мосту и требовал позвать телевидение и полицейских. Саша, так себя называл парень, не подпускал к себе никого, однако принимал воду от людей. Сотрудник полиции пытался вести диалог с молодым человеком, однако это еще больше нервировало мужчину. Он уверял, что за ним кто-то следит, но не может объяснить кто. В итоге стражам порядка удалось снять парня. Кто тебе нужен? Я не знаю, не нервируйте меня. Саша, ты же хотел телевидение. Вот тебе телевидение. Теперь надо мне тех, кто за мной следит. Я не знаю, вам быстрее надо лучше это узнать. Я хочу, чтобы просто от меня остались. Я ничего не сделал. Редактор субтитров А.Семкин Рог Карагандинской области. В целом планируется привести в порядок 860 километров дорог. Глава области Ерлан Кушанов совершил рабочий объезд по Октябрьскому району Караганды. Объезд начали с улицы Зелинского. Протяженность этого участка 5 километров 800 метров. Здесь уложен 1 километр 800 метров основания. Затем сверху будет уложен верхний слой асфальтобетона. Проехав далее на улицу Луначарского, где 50% работ уже выполнено, глава области вернулся к вопросу качества. В прошлом году был использован некачественный битум. Это серьезно повлияло на состояние дорог. Директор подрядной организации Аградор заявила, что завод, который производит битум, после ремонта не справился с нагрузкой. Наталья Мальчушкина заверила главу региона, что в этом году все будет хорошо. 50% уже уложено асфальтобетона, который в первую очередь в сегодняшний день идет именно на дороге, потому что здесь еще заложены эти пары. Мы будем организовать проезд, а дальше, чтобы потом приступить на пары. Планируем все объемы работ закончить в конце. Следующий участок в 21-м микрорайоне, где производится средний ремонт дорог протяженностью 2 километра. Подрядчик этого участка – фирма Караганды Жолкурылыс. В прошлом году эта же фирма занималась ремонтом дорог возле железнодорожного вокзала, который затем пришлось переделывать. Таких подрядчиков надо отправлять в черный список, заявил Ерлан Кушанов. В прошлом году что делали? В прошлом году у нас было язьо и вокзал. Переделывали? Язьо не переделывали. Вокзал переделывали? Вот я помню. В этом году не будем переделывать? Да нет. А зачем ты берешь какие-то парицы, которые в прошлом году переделывали? Это макияж. Если в следующий год опять пойдет шуршение или трещины – черный список. Далее Акимобласти обследовал работы в 12 микрорайоне. Проехав мимо завода сантехнических изделий, Ерлан Кушанов остался недовольным проведенным там ремонтом. Критике Акима подверглась компания «Армстрой». Стоит отметить, что именно эта фирма набрала заказы на ремонт дорог в Караганде, Тимиртау и Жасказгане. Глава области наказал подчиненным внимательно следить за работой фирмы «Армстрой». И если подрядчик не исправит все недостатки в срок – забраковать весь ремонт. В стороне от внимания Акимобласти не остались и ремонтные работы в жилых дворах. Местные жители довольны преобразованием. И все же глава области отметил, что ремонт 10 дворов в год – это очень низкий темп. Ерлан Кушанов предложил ремонтировать по 100 дворов. И пускай в них не будет излишеств, зато облик города улучшится намного. По всей Карагандинской области планируется привести в порядок 860 километров автодорог. По Караганде – 127 участков. Все работы обещают завершить уже к сентябрю. Что касается качества, то в нынешнем году впервые каждая партия асфальта проверяется в специальной лаборатории. И в целом по области, по крупным городам области везде ведется такая крупномасштабная дорожная работа. В целом на ремонт дорог в этом году выделено около трех, по области 33 миллиардов тенге. Из них около половины мы получили из республиканского бюджета. Масштабные работы ведутся в Караганде, Тимиртау, Балхаше, Жасказгане и Сатпаеве. Также будут отремонтированы автодороги Караганда-Жасказган, Караганда-Каркаралинск, Жасказган-Козеларда. В завершении объезда Игерлан Кушанов отметил, что масштабные работы ведутся практически по всему региону. На следующей неделе Акимобласти намерен ознакомиться с ходом ремонтной кампании в районе имени Козыбекби. Андрей Тайна, Жарагибаев, Жакслык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандеях к следующему году будут ликвидированы очереди в детские сады. Об этом заявил глава региона Ерлан Кушанов в ходе рабочей поездки в Октябрьский район Караганды. До конца года в областном центре планируется открыть 25 частных детских садов. Для полного охвата маленьких казахстанцев дошкольным образованием необходимо использовать потенциал государственно-частного партнерства. Альтернативой государственным детским садам должны стать частные семейные детсады. Мини-центры отметил президент страны в одном из своих посланий народу Казахстана. В Карагандинской области полным ходом идет реализация государственной программы «Балапан». Глава государства поставил срок до 2020 года ликвидировать очередность детские сады. Но в нашем регионе этот показатель будет достигнут на два года раньше. Субсидирование частных детских садов составит 900 миллионов тенге в год. Чтобы построить новый потребуется такая же сумма на 320 мест. В частных детских садах за эту же сумму будет обеспечено 3000 мест. Уже сегодня в Караганде в 17 частных детских садах создано более полутора тысяч мест. С июня повысился размер госзаказа, что позволило уравнять в оплате государственные частные детские сады. И увеличили госзаказ. Госсзаказ до 26. И тогда, значит, когда мы увеличили государственный заказ, мы планировали, что у нас будет всего 1685. Но на сегодняшний день, когда эта работа пошла и люди стали довольны, у нас дополнительно еще 8 частных садов на 1345 мест. И во втором полугодии расширение действующих на 241 место. И все эти меры позволят нам сегодня создать 25 дошкольных учреждений с 3271 мест. В Караганде государственно-частное партнерство помогает избавиться от очередей в детских садах. К примеру, в Пришахтинске на улице Методическая, 13А, скоро откроется детский сад Бота. Прежде в этом здании располагался детский сад Красная Шапочка. В первую волну приватизации строение ушло за бесценок в частные руки. Владельцы устроили там ночной клуб. Теперь здание вновь достанется детям. Стоимость проекта – 300 миллионов тенге. Учредитель детского сада получил банковский заим. Часть процентной ставки на сумму 130 миллиона тенге субсидирует фонд «Дому». Совет. Вот как раз мы ее проект поддержали. Это месяц назад поддержали. Мы сколько субсидировали? 130 миллионов. Нам одобрили субсидирование. Помещение было выкуплено на рынке недвижимости в ноябре прошлого года, получив поддержку государства по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», в марте текущего года предприниматель приступил к ремонту. Также бизнесмен на собственные средства приобрел автобус для подвоза детей из социально защищаемых семей. Общая проектная мощность – 150 детей. В дальнейшем мы планируем еще расширение. С той стороны у нас 20 детей. И общая будет уже проектная мощность – 270 детей. Мы закупили на собственные средства автобус для социально защищенных слоев населения. Это деток будут именно по пришахтинску собирать с утра с воспитательным водителем и вечером водителем. Все для удобства родителей. Открытие детского сада запланировано на сентябрь. До конца года по области планируется открыть 25 частных детских садов. Еще раз отметим, что стоимость пребывания в частных и государственных детских садах составляет 11 тысяч тенге. Мирамгуль, Салкимбаева, Жарагибаева, Жахслык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С начала купального сезона в Карагандинской области утонуло 23 человека. Семеро из них – дети. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост количества несчастных случаев на воде. В прошлом году за этот же период утонуло 19 человек. Такие данные привели спасатели на очередном брифинге. Сегодня спасательные службы работают в усиленном режиме. Спасатели заявляют, что большинство несчастных случаев происходит по неосторожности отдыхающих. Чаще всего в неприятности попадают граждане в нетрезвом состоянии и дети, которые остаются без присмотра взрослых. Должны быть бдительны в отношении безопасности детей. Потому что детей, в основном, когда происходит несчастные случаи, из-за того, что родители без присмотра их оставляют. Поэтому по времени, буквально доли секунды хватает, чтобы ребенок ушел по двору. Поэтому здесь особенно хотим обратить внимание на безопасность поведения детей. Также должны детей, если они купаются, обеспечить их спасательными жилетами, спасательными кругами. Следующее, хотелось бы напомнить, что те несчастные случаи происходят из-за того, что население употребляет спиртные напитки. Следующее, чтобы, когда вы ходите на плавательных средствах, также одевали спасательные жилеты. Не прыгали с моторных лодок. С приходом лета увеличилось и количество пожаров. Только прошлой ночью на территории Карагандинской области зарегистрировано 15 возгораний. А с начала года зафиксировано 3 лесных и 12 степных пожаров. Всего в ликвидации пожаров задействовано более 430 человек и 82 единиц техники. Это непосредственно сейчас, которые заняты на тушении. Все эти дни, естественно, большое количество пожаров было потушено. Но, тем не менее, становившаяся жаркая погода и ветер, сильный ветер, он не дает возможности своевременно ликвидировать отдельные участки пожаров. Работники департамента по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют гражданам на отдыхе соблюдать все правила безопасности. И не оставлять детей без присмотра, особенно на водоемах. А сердце Замбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более тысячи километров автостопом намерен проехать 74-летний ветеран КНБ. Его маршрут пролегает от Алматы до Астаны. Свой велопробег Аксакал посвятил международной выставке Экспо. На въезде в Караганду вместе с Советом ветеранов КНБ Абельтая Шайхова встретила и наша съемочная группа. За спиной у 74-летнего Абельтая Шайхова около тысячи километров. Проехал он их на попутках. Акция так и называется – автостопом на Экспо-2017. На КПП Алматинской трассы его встретили представители Совета ветеранов КНБ Карагандинской области и физкультурно-спортивного общества «Динамо». Ветеран Комитета национальной безопасности стартовал 10 июля со стадиона «Динамо», что в Алматы. Главная цель акции – призвать всех казахстанцев посетить Экспо. Аксакал отметил, что сегодня внимание мировой общественности приковано к международной выставке, которую проводит Казахстан. Казахстан не просто там проведение каких-то мероприятий, а Казахстан оказался, понимаете, он оказался организатором для всего мира. Организатором, понимаете, и на равном уровне, как развитие государства, как организовал такое Экспо. В ветеранском автопробеге лишь один участник, но в дороге он не чувствует себя одиноким. Путешествуя автостопом, Абилтай Шайхов неизменно общается с теми, кто согласился его подвезти. В этом, в общем-то, и заключается главная особенность этого вида путешествия. Да к тому же везде его встречают сослуживцы. Человек, который прослужил длительное время, который посвятил спорту, человек, который патриотично настроен, который желает своими такими поступками показать молодежи, что, несмотря на возраст, он еще, так сказать, в силе действительно продвигает идеи, так сказать, страны, показывает, что наша страна очень, так сказать, развита, чтобы акценты внимания в стране уделялись, так сказать, вот на Экспо-2017. Это действительно большое значимое событие для страны. Это уже второй визит Абилтая Шайхова в Караганду. В сентябре прошлого года Аксакал посещал шахтерскую столицу в рамках одиночного велопробега, посвященного 25-летию независимости. Свой нынешний автопробег Аксакал завершит 12 июля в Астане на Экспо-центре. Андрей Тенжек, Слык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!